Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Здесь мы говорим об уходе за кожей и обозреваем преимущественно аптечные бренды косметики. Если для вас эти темы актуальны, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить новые ролики. Сегодня у нас вновь монобрендовое видео. Их будет несколько в этом летнем сезоне, так уж совпало, что я долго к ним готовилась, и все они будут выходить поочередно. Если буквально неделю-полторы назад мы говорили про бренд Турьяш, по подсказке можете перейти и посмотреть большой выпуск практически по всем гаммам, которые у нас представлены, то сегодня мы поговорим про бренд Топик Крем. Сразу скажу, что эти видео никем не спонсированы и сняты исключительно по моей инициативе. Конечно же, здесь есть продукты, которые когда-либо приходили ко мне на обзор, за что большое спасибо именно в пиар-рассылках, но никаких обязательств делать это видео у меня нет. Поэтому здесь будет мое честное мнение с фаворитами, с антифаворитами и лично моим опытом. Давайте уже скорее начнем. Такая вводная справка. Бренд Топик Крем достаточно давно у нас на российском рынке представлен, несколько десятилетий, пожалуй. Я как минимум знакома с ним лет, наверное, с 13, еще в школьный период, мне назначали их средства для ухода за топичной кожей. Производится и вообще марка сама по себе французская, как и большинство аптечных брендов, которые у нас представлены, в общем-то все по классике. Расскажу, наверное, о своем знакомстве с этим брендом как раз-таки еще в школьные годы. Оно было, к сожалению, не очень удачным, и только сейчас, когда я уже стала понимать в уходе за кожей, понимать в косметике, я разобралась, почему это было неудачным все-таки знакомством. У меня был атопический дерматит в обострении беспрерывном, то есть с активными воспалительными очагами, и мне назначили для ежедневного нанесения в качестве эмолента их молочко, точнее крем для тела с 10% мочевиной. Те, кто не впервые смотрит мои видео, знают, что на очаги, на поврежденную кожу в целом, средство с мочевиной еще и в такой серьезной концентрации наносить нельзя. И можете себе представить, как сильно это все жгло на очагах, как сильно это вызывало дискомфорт, и, конечно, не улучшало ситуацию, но я терпела, потому что думала, что это оказывает лечебный эффект, как многие, думаю, сталкиваются с подобными эффектами. Поэтому я надолго позабыла потом об этом бренде и столкнулась с ним уже повторно спустя, наверное, лет 10. Сейчас, какие у меня взаимоотношения с брендом, у меня есть как баночки-фавориты, так и не очень. Есть за что поругать бренд, чаще всего я ругаю их за парфюмерные композиции, потому что бренд все-таки дерматокосметический, и одно дело, когда отдушки добавляются в какие-то гаммы антивозрастные или для здоровой кожи, для базового ухода, но когда они добавляются в гаммы и в средства для ухода за атопичной кожей, за поврежденной кожей, у меня это вызывает противоречия и вопросы. И начнем мы, пожалуй, с гаммы Гидро Плюс. Я обязательно оставлю тайм-коды, по ним вы сможете посмотреть интересующие вас гаммы, но надеюсь, что вы посмотрите все-таки ролик целиком. Поставите лайк, оставите комментарий, это безумно важно для статистики канала и этого ролика, чтобы мои силы и моя подготовка, много месяцев, которые я заняла, не прошла даром. Гидро Плюс... Это средства, которые предназначены для базы увлажняющего ухода, относительно такой здоровой кожи, без каких-то особых проблем. И на самом деле здесь самое большое количество средств из всего ролика, о которых мы поговорим, потому что у меня их достаточно много было. Но, конечно же, не весь бренд я успела перепробовать, делала я это не один год. Вот, поэтому все, что попробовала, сегодня расскажу и покажу. Начнем в этой гамме, пожалуй, с молочка, потому что это одно из самых знаменитых вообще продуктов у бренда. Это их такой флагманский продукт. Я думаю, что если вы знакомы с брендом Топи Крем, то, скорее всего, именно с этим молочком для тела. Это ультра увлажняющее молочко для тела. Как и многие средства у бренда Топи Крем, оно заявлено для взрослых детей и младенцев, как раз-таки для особо чувствительной кожи, несмотря на наличие отдушки. В этой гамме отдушка присутствует. Стоит отметить, что про отдушки я буду говорить с целью того, что у кого-то есть более такая острая невосприимчивость парфюмерной композиции, у кого-то раздраженная кожа, чтобы вы имели это в виду. Я могу сказать, что для меня было бы больше средств фаворитов у бренда, если бы в некоторых из них все-таки отдушка отсутствовала. Потому что в каждой гамме она своя, она, как правило, достаточно яркая, она не всегда подходит лично мне по вкусу, и из-за этого многие продукты я не повторяю, и, к сожалению, не могу использовать снова. Это молочко, несмотря на отдушку, я покупала очень много раз, у меня даже был литровый формат. Выпускается он по 200 мл, по 500 с дозатором и по 1 литру, что очень удобно на всю семью взять просто домой, наносить на руки, наносить на тело сразу нескольких человек. Здесь увлажняющие компоненты в составе, соответственно, есть небольшое количество мочевины, но и для какой-то супер поврежденной кожи это молочко изначально не заявлено. Что могу еще сказать? Что это молочко обладает питательной текстурой, то есть она достаточно хорошо увлажняет, смягчает кожу, но при этом легко распределяется, легко впитывается. Для нормальной кожи, склонной к сухости или сухой кожи в теплое время года, его вполне будет достаточно. Я его, повторюсь, очень люблю, когда у меня нет очагов этапии, экземы, то я его с удовольствием использую как раз за счет текстуры. Вроде бы наносишь, все очень легко впитывается, быстро и приятно, но при этом длительно держит увлажненную кожу. Это для меня безумно важно. Дальше посмотрим на очищающее средство, на одно из типов очищающих средств гамми Гидро Плюс. Это очищающее масло. По классике практически в каждом аптечном бренде есть масло для душа. Очень важно не путать такие средства с гидрофильными маслами для снятия макияжа. Это разные вещи по своей формуле. Если эта тема для вас интересна, посмотрите по подсказке видео про масла для душа. И там подробно я рассказываю, чем они отличаются от гидрофильных. По сути, это просто мягкая умывалка, которая в такой текстуре масла до контакта с водой. При контакте с водой оно вспенивается, ведет себя как обычный гель для умывания. Это масло, честно скажу, мне не особо нравится. Я даже не смогла его закончить. И у меня уже вышел срок после вскрытия. Вообще не получается подружиться с маслами для душа топи-крем. Во-первых, да, здесь опять отдушка. Когда у тебя и крем с отдушкой получается это молочко, еще очищающее средство. Это все накладывается, очень тяжело воспринимать. Но дело даже не в этом. Оно не особо смягчает мою кожу. Оно не особо мягкое. То есть здесь комбинация жестких и мягких пав. Здесь добавлено масло оливы. И на этом все. То есть особо каких-то смягчающих, успокаивающих компонентов нет. И вот эта моющая основа сбалансированная, она не очень мягкая. Просто не самое моё любимое масло для душа. Как раз в том видео, в котором я отметила, есть мои фавориты, антифавориты. В общем, это на вкус и цвет, конечно. Но мне это масло не особо заходит. Я даже не могу, у меня не тянется к нему рука. И в очищающих средствах топи-крем, в которых есть отдушка, ощущение, что при контакте с водой она раскрывается ярче. И более такая навязчивая, чем в увлажняющих средствах. Поэтому не люблю. Далее крем для рук. Он у меня появился не так давно. Но тем не менее могу сказать, что он неплохой. Он мне нравится. У меня, кстати, про дизайны давайте сразу отмечу. Топи-крем сейчас в процессе, ну уже завершает этот процесс переиздания своих дизайнов на упаковках. То есть я буду прикреплять где-то изображение средств. Они могут быть в новом дизайне. Но вы их могли пробовать в старом. Составы не поменялись. Например, молочко здесь у меня уже в новом виде. Масло тоже. А вот крем для рук у меня в старом еще дизайне. Но, собственно, роли это особо не играет. Кстати, мне понравился их новый дизайн. Я считаю, что он более современный, более эстетичный стал. Крем для рук напоминает максимально молочко для тела этой гаммы. Но только более густалая, более питательная текстура. Хорошо смягчает. Хорошо увлажняет кожу. Длительно это увлажнение держит. Есть вот эта самая отдушка всей гаммы. Но, что и заявлено, он быстро впитывается и не оставляет какого-то очень жирного липкого финиша. Что вполне приятно использовать, если вы где-то это на ходу применяете. Вам нужно увлажнить кожу рук. Но при этом далее касаться предметов без проблем. Крем могу рекомендовать. Но для кожи без каких-то очагов экземы. Без повреждения, раздражения. Потому что здесь в составе тоже есть как раз-таки мочевина в небольшом количестве. И есть алантаин. Поэтому обратите внимание, что это больше для такой сухой, но не поврежденной кожи. Далее я, пожалуй, покажу самую мою любимую банку. Либо одну из самых любимых у бренда Топи Крем. Я думаю, что если вы не впервые смотрите мои видео, вы уже догадались, о чем пойдет речь. Это, конечно же, Гидро Плюс SPF 50 Крем. Дневной с солнцезащитным фактором. Он, кстати говоря, что удивительно без одушек. Хотя вся гамма Гидро Плюс практически содержит парфюмерную композицию. И это один из самых любимых моих санскринов для моей очень чувствительной кожи с розацией. У меня он был в прошлом сезоне. Я от него в диком восторге. В этом сезоне не повторила просто потому, что я скупила огромное количество санскринов для затеста. Кстати, выходило актуальное видео про различные аптечные санскрины. И уже просто, ну некуда еще впихнуть этот любимый санскрин. В чем его фишка? Он прекрасно увлажняет кожу. Он действует как самостоятельный продукт. То есть вы можете его как вместо дневного крема, соответственно, применять. Самое главное, он не раздражает кожу. Он хорошо ее защищает. И он на стабильных химических фильтрах, без одушек и без этанола. Такое комбо среди аптечных санскринов найти практически невозможно. Они, как правило, используют смесь стабильных и менее стабильных старого поколения химических фильтров. Мы сегодня можем заметить, что Тоби Крем применяет в своих санскринах преимущественно только стабильные фильтры. Но об этом далее. Он, конечно, оставляет сияющий достаточно маслянистый финиш. Он больше для кожи склонный к сухости. Либо для тех, кого это вообще не смущает. Но я наношу матирующую пудру минеральную после впитывания санскрина на Т-зону. И нет никаких проблем. Потому что для кожи с розацией подобрать санскрин на химических фильтрах крайне сложно. В физике я не люблю использовать. Это очень сложно, рутинно, некомфортно. И отпадает все желание защищать кожу. Это безумно важно при розации. Я его одобряю, обожаю, всем рекомендую. Нанесли сыворотку с антиоксидантами, например, или увлажняющую. Дальше этот крем и все. Прекрасный день, прекрасное лицо, прекрасная кожа. И она защищена. Поэтому я его... Я прям амбассадор этого санскрина. Как хотите, называйте. Вот с одного тюбика я в него безумно влюбилась. Далее давайте посмотрим еще пару позиций с гаммы Гидро Плюс. Уже менее мною любимых. Давайте, наверное, с сыворотки начнем. Есть у них сыворотка. Вот в таком вот флакончике с дозатором, кстати говоря. У нас аптечные бренды очень любят с пипеткой флаконы. Но здесь удобный дозатор. Очень, кстати, мягкий, приятный. Похож этот флакон и дозатор на сыворотку Avene Hydrans, которая раньше была до переиздания. С таким же дозатором очень так навеяло. В составе здесь пребиотики, гиалуроновая молочная кислота. Есть парфюмерная композиция. Текстура практически такая гелевая. Оставляет такой финиш, знаете, похожий на силиконистые базы для макияжа. Под макияж, который наносится. Здесь нет силиконов, здесь полимеры в основе. Но такой вот финиш, как база под макияж, очень похожий. Она создана для увлажнения кожи, для ее сияния, в принципе, для обезвоженной, чувствительной. Я могу сказать, что это не стало моим любимым продуктом. Опять же, это яркая отдушка, которую на теле в молочке я еще могу стерпеть. В санскрине ее не было. На руках еще тоже как-то, да. Но на лице я не могу оставлять это на коже. Меня это очень сильно раздражает, потому что сам запах мне не нравится. Плюс сейчас моя кожа вообще на приеме системных ретиноидов, она на отдушке очень активно реагирует, именно на лице. Поэтому я не фанат. Но сама сыворотка хорошая, если вы хотите какое-то увлажнение в таком гель-креме. Кстати говоря, для комбинированной жирной летом она может сойти как самостоятельный продукт. Без крема она достаточно такая насыщенная. То почему бы и нет? Если отдушки вас, опять же, не смущают, то кожа не раздражена. Далее это маска. Маска для лица на основе масла корритес, сквалана, гиалуронки и в составе даже есть цинк и медь. Тоже идет с отдушкой, насыщенная текстура. Чем-то она похожа на текстуру крема для рук. Я рассказывала про нее в отдельном видео про маски для лица из аптеки, которые в этом сезоне у меня появлялись. Она неплохая, но такого, что я прям побегу покупать новую, скорее нет. Потому что у меня есть любимая маска без отдушек, успокаивающая и более увлажняющая от бренда Avena, о которой я постоянно вам рассказываю. Но она неплохая, я ее купила на скидках. В принципе, почему бы и нет? Ее можно оставлять как на ограниченный период времени, так и тонким слоем в качестве крема на ночь. Опять же, с отдушкой это мой такой критерий, когда очень раздраженная кожа, я просто избегаю. Но она неплохая. Не могу сказать, что я хочу всем порекомендовать, чтобы вы срочно ее купили. Далее в гамме Hydra Plus есть стик для губ. Бальзам для губ, называйте, как хотите. К сожалению, он ко мне на тест попал, когда я уже была на курсе системных ретиноидов. И он для меня вообще бесполезен. От слова совсем, как и все другие стики. У меня сейчас просто пластами сходит кожа губ, поэтому мне стики ничего не делают. Но в целом это базовый приятный стик для губ. Он не полосит. Он не ощущается на коже как-то неприятно. Он ведет себя вполне очень приятно на коже. Поэтому он неплохой. Могу рекомендовать, если у вас нет таких серьезных проблем с кожей губ, как, например, на приеме системных ретиноидов. И что интересно, здесь нет как таковой парфюмерной композиции в составе, но есть вунилин, который как раз таки дает этот очень приятный аромат. По крайней мере, я его безумно люблю. Он мне чем-то напоминает такие кулинарные шедевры моей бабушки с детства. Поэтому стик неплохой, но для себя рассматривать повторно не буду. На этом с гаммой Гидро Плюс, увлажняющей гаммой, мы заканчиваем. Успокаивающая гамма для гиперчувствительной кожи. Она минималистична не только по составу, но и по количеству продуктов в составе этой гаммы, соответственно. Я успела столкнуться с мицеллярной водой не так давно. Сразу хочу отметить, что это прекрасная мицеллярная вода, по крайней мере для меня. Она мне очень понравилась. У меня не случилось с ней никакой негативной реакции. Более того, она без отдушек, за что большое спасибо. Уже редкость в бренде Топик Рем. И минималистичный состав, как я уже сказала. Здесь глицерин, бетаин и алантаин для смягчения успокаивающего эффекта. И, соответственно, пав для очищения кожи. Очень понравилась. С мейком справляется не хуже, чем Биодерма или СВР. Но объем, к сожалению, бывает только по 200 мл. Я стараюсь покупать мицеллярки всегда большого объема. Потому что они у меня очень быстро расходуются. Но эту я точно закончу как минимум до конца. Потому что она мне показалась достаточно приятной. Далее увлажняющие продукты. Их три текстуры в этой гамме. Это флюид, крем и насыщенный крем. Мне удалось столкнуться только с насыщенным кремом. Я уже где-то рассказывала про него, наверное, в выпуске про увлажнение чувствительной кожи. Есть такой на канале, недавно выходил. Прекрасные увлажняющие средства без одушек. Не могу сказать, что прям заметила успокаивающий эффект. Скорее, заметила эффект того, что это не триггерит кожу. Что тоже весьма важно. Потому что сложно подобрать уход для особо реактивной чувствительной кожи. Могу порекомендовать. Выбирайте текстуру, которая вам подходит. Соответственно, флюид самая легкая. Крем средняя. И крем насыщенный. Самая насыщенная, жирненькая для очень сухой кожи. С таким полужирненьким финишем. Вот как раз у меня она была. Мне понравилось как базовое увлажнение. Как закрытие каких-то активов. Как просто ежедневное увлажнение кожи. Вполне себе. Да, одобряю. Следующая гамма для кожи сухой. Огрубевшей с гиперкератозом. И возможно даже псориазом в ремиссии. Когда есть что отшелушивать. Выравнивать по микрорельефу. И при этом увлажнять и смягчать. Это гамма средств с мочевиной. В различной концентрации. Я уже очень много раз рассказывала. Особенно в выпуске про гиперкератоз. И в своем телеграм канале. Кстати, подписывайтесь. Потому что там очень много ежедневных регулярных обзоров аптечной косметики. И не только. И много теорий полезной для подбора ухода. Также у меня недавно вышли сборники по уходу. Общие, обновленные для всех с нуля. Про активы. Про базовый уход. Для любого типа кожи. Как его подобрать. И конечно же мои прошлые. Ранее уже созданные сборники. Про розацию отдельную. И атопический дерматит. Ссылочки на них. И подробное их содержание. Есть в описании под этим видео. Обязательно заглядывайте. Что касаемо средств мочевины. Не раз говорила. Что они весьма актуальны. Для того, чтобы смягчать сухую кожу. А в концентрации от 10%. Мочевина еще и отшелушивает кожу. Достаточно бережно. Но при этом эффективно. Поэтому давайте затронем тему мочевины. В средствах бренда Топи Крем. Давайте начну с недавней находки. Которая мне безумно понравилась. И я прям удивлена. Потому что средства с мочевиной. В 10% концентрации. Для тела комфортными. Создать достаточно сложно. Вот правда. Чтобы это было и в меру жирно. И не слишком липко. При этом эффективно. Чтобы это комфортно наносилось. И вообще тянулась рука. И одна из классных банок. У бренда в целом. И в этой гамме. Это крем для тела. С 10% мочевиной. Вы всегда это число. Процентом соотношения мочевины. В этой гамме можете найти на упаковке. Чтобы не перепутать. Потому что новый дизайн. Он одинаковый. Практически у каждого флакона. Так вот. Здесь у меня крем для тела. Это потрясающая моя находка. После неудачного СВА с 10% мочевиной. Который жутко липко. Так будто я клеем намазалась. Это просто нереальный крем. Который хочется наносить. Который наносишь с удовольствием. И прекрасно в нем ходишь. Очень важно. Мы средства с мочевиной не наносим. Если у вас на коже есть очаги. Либо вы обходите эти очаги. Повреждения. Трещины. Царапины. И так далее. По списку. Либо вообще не используете. То есть это для целостной. Относительно такой здоровой кожи. Но сухой с огрубением. То есть какие-то утолщения. Какие-то признаки гиперкератоза. Когда вот эта вот а-ля гусиная кожа. У нас присутствуют. На каких-то локальных участках. То это средство для вас. Так вот. С 10% мочевиной. Крем очень комфортный. У него в меру увлажняющая. Приятная текстура. Он долго держит увлажненную кожу. Мою сухую. Атопичную. При этом справляется с микрорельефом. Очень рекомендую. Он подходит для детей с 3 лет. Только для тела. Есть отдушка. В этой гамме. Но мне она кстати не так неприятна. Как гидроплюс. То есть мне эта отдушка больше нравится. Она быстрее выветривается. Я как-то меньше к ней претензий испытываю. Так что крем прекрасен. У него несмотря на то, что в основе минеральное масло. Они сделали это как-то очень комфортно. Потому что часто средства с минеральными маслами в основе. Они могут быть весьма такими окклюзивными. Но здесь такого совершенно нет. Если у вас склонная к сухости кожа. То вы точно оцените по достоинству. Успокаивающий крем с 30% мочевиной. Предназначен для того, чтобы наносить его локально по большей части. То есть это могут быть локти, колени, стопы. Или даже волосистые части головы. И 30% это более серьезный отшелушивающий эффект. Чем 10% соответственно. Здесь уже такая менее комфортная мазеподобная текстура. Потому что чем выше концентрация мочевины. На самом деле сложнее сделать какую-то невесомую текстуру. Также дополнительно здесь есть алантаин, который будет успокаивать кожу. Я его наносила больше на стопы. Потому что кожа стоп проблемная, с гиперкератозом. И я люблю средства с мочевиной наносить туда. Но повторюсь, можно использовать на локальные участки на теле. Но уже это средство идет только для взрослых. В отличие от крема для тела с 10% мочевиной. Опять же не на поврежденную кожу. Отдельно есть в этой гамме в тубе крем для ног с 10% мочевиной. Хотя в принципе, если вы будете приобретать бутылку крема для тела с 10% мочевиной. Отдельно для ног нет смысла и не очень экономично выходит. Поэтому скорее это история, когда вам нужно отдельно только для ног. Я его тоже пробовала. У него более легкая такая молочкообразная текстура. Он впитывается в ноль. Еще более легкая текстура, чем у крема для тела. Тоже рабочий, но мне больше нравится, когда остается что-то на коже. Что-то жирненькое, длительно увлажняющее. Поэтому в этой гамме у меня был вот такой вот опыт с тремя продуктами. Все они мне понравились. Я бы попробовала в этой гамме еще очищающий гель. Я его ранее не пробовала. Интересно было бы потестить. Гамма Дерма Виджиталь, которая не так давно появилась в ассортименте бренда Топи Крем. Если не ошибаюсь, то в прошлом году. Здесь всего два типа средств. Плюс один дополнительный формат у крема для тела. В целом история этой гаммы заключается в том, что они применяют здесь максимальное количество натуральных ингредиентов. Но опять же, знаете, без фанатизма. Здесь нет каких-то эфирных масел, обилия экстрактов и так далее, которые могли быть потенциальными аллергенами. Поэтому все вполне уместно. У меня оба продукта в пустых банках. Более того, одна из пустых банок уже дважды повторяется. И я обозревала их на канале. Но, конечно же, в это видео не могла не включить. Сразу скажу, что оба средства я обожаю. Я их очень хвалю. Они потрясающие. Я подробно сейчас о них расскажу. Но то, что меня в них просто убивает, и я не хочу повторно их повторять, повторно повторять, повторно приобретать, это их отдушка. Да, возможно, вас уже достало на протяжении всего видео слышать мое нытье про отдушки. Но, правда, в этом бренде их очень много. Они очень яркие, очень специфичные. В этой гамме, пожалуй, одна из самых специфичных отдушек среди всех, которую я вот прям с трудом терплю. Правда, мне отдает это какой-то хвоей. Очень тяжелый и очень такой для меня неприятный. В общем, я не фанат таких запахов. Давайте начнем с очищения. Потрясающее средство. Ну, вот правда, таких не хватает. Это кремовая текстура, точнее, это даже крем-гель для очищения кожи тела. Кстати, детей, взрослых, младенцев для всей семьи. Но при этом для такой кожи сухой, как раз-таки кремовые текстуры предпочтительно, но он пенится. То есть это и мягкое очищение, и пенится, что достаточно приятно, и вот эта текстура, которая позволяет смягчать кожу при контакте с водой. Я с удовольствием его использовала, но буквально задерживала дыхание в момент, когда его размыливаешь при контакте с водой, потому что именно в этот момент он максимально ярко пахнет. Благо на коже тело вроде бы запах не оставляет, но я закончила его только из-за этой отдушки, я его не повторяю. А так он потрясающий, я его очень люблю. Если вам сама эта отдушка понравится, например, у вас будет какой-то тестер или пробник, то берите даже не раздумывая, то есть тут дело только в отдушке. И питательный крем, он создан прям для такой достаточно сухой кожи, для кожи, которая любит такие бальзамные, очень плотные текстуры. И что интересно, он оставляет не маслянистый финиш, а больше такой полуматовый, и ощущается таким практически баттером что ли на коже. В хорошем смысле он хорошо впитывается на моей очень сухой топичной коже, но опять же могу использовать, когда нет очков экземы, потому что отдушка не очень хорошо на это дело влияет. Приходится опять же терпеть отдушку, но я уже говорила в каком-то видео, что у очищающего средства будто бы она ярче, еще более непереносимая для меня, чем в креме. Но крем две банки израсходовала просто потому, что он прекрасный, то есть у меня нет претензий вообще к продуктам, и эти средства были бы на постоянном повторе, если бы не запах. Ну правда, но дерматологические средства для младенцев, детей и взрослых. Ну не всем нужна эта отдушка, тем более когда у людей есть какие-то особенности кожи. В общем, я опять ною. По активным компонентам здесь есть растительные масла в питательном креме, это масло корите, подсолнечник, акасторовое, в очищающем средстве бетаин и алоэ для смягчения кожи. И, соответственно, мягкий паф. Давайте смотреть дальше. У нас будет гамма с пометкой АД, атопический дерматит, проще говоря, атопики, для них эта гамма создана, достаточно обширная. Здесь сразу скажу, не буду хвалить, здесь у меня больше есть вопросов и недовольств, чем хвалебных комментариев. В этой гамме недавно вышло очищающее масло, очень похожее внешне на очищающее масло из гаммы Гидро Плюс, которое мы уже обсудили. Я делала их сравнительную характеристику в своем телеграм-канале, там всегда подробные текстовые обзоры с разбором активных ингредиентов, вообще механизма действия продукта и моих впечатлениях. Так вот, я сравнила два этих масла, потому что они оба у меня как раз были, сейчас у меня осталось только Гидро Плюс, от второго я избавилась, потому что вот его даже при всем желании невозможно было использовать. И там проблема опять в отдушке. Я уже не знаю, стоит ли развивать эту тему, но в общем, там был для меня отвратительный запах, буквально это напоминало мне запах какой-то рыбы. Вот некоторое масло эуцерин так пахнет, а для меня так пахло масло из гаммы для атопического дерматита, как раз-таки в утопе крем. В целом по текстуре, по ощущениям на коже он максимально похож на такое же типовое масло Гидро Плюс, я не очень поняла, в чем там как бы фишка разницы. Но добавлять, хорошо, есть уже одно масло Гидро Плюс с отдушкой, да, и делать второе точно такое же тоже с отдушкой на другой, ну, мне кажется странным. Одно бы масло было бы классно иметь без отдушек у бренда, чтобы такие, как я, очень восприимчивые к запахам, особенно в такой особенный период, да, когда есть экзема, атопический дерматит, было бы классно. В общем, масло для меня полный провал, я вообще его не могу рекомендовать, лучше уж тогда взять Гидро Плюс масло. Далее есть липидовосстанавливающий бальзам, в этой гамме, конечно же, основной эмолент. Я когда-то его купила сразу 2 по 500, это была акция, когда такими дуопаками шли эти флаконы, я даже одно не смогла закончить, один бальзам, один флакон, потому что невозможно, это буквально баттер, то есть масло, которое тает у вас при касании с кожей, оно никуда не впитывается, оно просто лежит этой пленкой, но я к такому привыкла, потому что я всегда в эмолентах, но проблема в том, что через пару часов ощущение, что ты вообще не наносил эмолент последние сутки, и кожа стягивается, она от этого шелушится, и начинается обострение. Примерно такие же ощущения у меня от бальзама или рожь-позе для пекар, которая тоже из-за его маслянистости, не хватает мне увлажнения, оно не держит мою кожу в увлажненном состоянии даже несколько часов, поэтому для меня это тоже провал, к сожалению. Что могу похвалить, так это крем для лица, у них есть крем эмолент для лица, в этой гамме потрясающая штука, если у вас есть признаки атопического дерматита на лице, либо вам нужен очень питательный смягчающий крем без задушек, для такой особенно чувствительной кожи, то обратите внимание, он у них классный, очень плотная насыщенная текстура, но не оставляет слишком сильной такой жирности, зимой классно использовать, либо когда у вас повышенная сухость, в общем, его прям точно рекомендую, вот в этой гамме, что стоит взять, так это крем для лица. Следующая гамма, которая представлена тремя продуктами, у меня был всего один, поэтому только про него расскажу, это антивозрастная гамма, такого она красивого цвета, очень выделяется на фоне других продуктов бренда, и, к сожалению, с этим кремом не сложилось, но нет какого-то, какой-то криминальной здесь истории, хотя состав активный ингредиент интересный, здесь стабильный витамин С, неацинамид, гиалуроновая кислота, и все классно, показан для кожи с отечностью, темными кругами, морщинками, ну просто, знаете, не тянулась рука, я несколько месяцев заставляла себя им пользоваться, но вот как-то не тянется рука, текстура очень легкая, мне не хватает увлажнения, ничего он на мне не делает, не то, чтобы я жду какого-то вау-эффекта от крема для глаз, хотя я их регулярно использую, вижу разницу, ну просто хотя бы достаточное увлажнение мне бы хотелось, и чтобы рука у меня как-то активнее к нему тянулась. К сожалению, не случилось, я не буду заставлять себя дальше им пользоваться, из аналогичного по набору активных ингредиентов, я сейчас использую Виши Лифт Актив, коллаген специалист, и к нему у меня правда тянется рука за счет текстуры, за счет степени увлажненности, и как он разглаживает кожу под глазами, мне это в нем нравится, поэтому здесь с антивозрастной гаммой этот крем у меня тоже, к сожалению, не срослось. Я надеюсь, что вы улавливаете как-то и мои фавориты, и антифавориты, опять же, это все очень субъективно, есть классные банки у бренда, но вот опять же, мое индивидуальное восприятие там запахов, текстур, конечно, это то, что я просто делюсь этим с вами, чтобы так сформировать общее свое мнение по бренду. И следующее мы посмотрим прям суперновинку, я думаю, что никто еще не обозревал эти продукты, я, конечно, поделюсь только впечатлением по составу и по текстуре, потому что у меня нет этой проблематики, это гиперпигментация. На российский рынок топикрем активно выводит новинки, на самом деле все чаще и чаще приходят какие-то новые средства, у них расширяется ассортимент, вообще за рубежом у них еще больше разных гамм, но у нас как-то было очень скромно, и сейчас они прям набирают свои обороты, что не может не радовать, потому что новинки аптечных брендов это всегда почва для новых обзоров. Так вот, гамма Мелла предназначена для кожи с гиперпигментацией, и там есть свои классные фишки, на которые стоит обратить внимание, давайте о них подробнее поговорим. Немного общей информации по продуктам этой гаммы. Здесь затрагивается сразу несколько механизмов воздействия на гиперпигментацию. Если вам эта тема актуальна, вообще рекомендую видео на моем канале про гиперпигментацию, это все, включая от мелазмы, эфелидов и до постакна различных видов, посмотрите, потому что я объясняю там, какие есть механизмы воздействия, как вообще косметика от пигментации работает или не работает, чтобы далее больше понимать и осознавать, что вам нужно, а что не нужно в уходе за кожей. Так вот, здесь затрагивается сразу и отшелушивание уже воспроизведенного пигмента из верхних, как раз таки рогового слоя, из верхних слоев эпидермиса. Далее здесь затрагивается замедление транспорта меланина и вообще синтез этого меланина различными комбинациями активов. Далее о них тоже поговорим. Средства рекомендуется использовать по большей части гаммой, как и чаще всего заявляют производители, потому что здесь вы тогда будете дополнять уход друг другом продукты и будете накапливать, грубо говоря, большую концентрацию активных компонентов, потому что активные компоненты здесь перекликаются. Соответственно, когда у вас там одно средство с неоцинамидом, либо два средства с неоцинамидом в уходе, то, соответственно, вы больше эффекта от него получаете. Но опять же, это не всегда актуально, потому что если это рабочая концентрация активного компонента в одном продукте, а как правило это так, потому что производитель заинтересован, чтобы его средство работало, то оно будет и самостоятельно прекрасно работать. Я вообще не сторонник того, чтобы скупать все одной гаммой. Я рекомендую выбирать вам текстуру, тип средства, которые встраиваются именно в вашу существующую рутину, а не думать потом, что делать со всей этой гаммой. Значит, давайте начнем с сыворотки. Сразу скажу, я не тестировала это на предмет эффективности, потому что у меня нет гиперпигментации практически, не считая здесь локальной области контура глаз, но я с ней буду отдельно уже работать, и это долгое время занимает. Я тестировала больше на переносимость и текстуру, чтобы вам передать свои ощущения и рассказать про активные компоненты, потому что заявлять, что она работает или не работает на моей коже, это было бы странно, потому что, во-первых, для тестирования гиперпигментации нужна гиперпигментация, плюс очень много времени, очень много месяцев. У меня их нет в запасе, поэтому я с точки зрения просто органолептики вам расскажу. Сыворотка, опять же, идет в таком вот флаконе с дозатором, очень похожий, опять же, дозатор на сыворотку Гидро Плюс. Текстура здесь уже совершенно другая, она больше кремовая, чем гелевая, и я такие люблю на самом деле, многие производители стремятся создавать гели, такие водянистые текстуры сывороток, чтобы большинству понравилось, и я люблю кремовые, потому что они, как правило, хорошо увлажняют, и это как раз тот случай. Мне даже кажется, что на теплое время года это тот самый вариант, когда сыворотку можно оставить как самостоятельную, потому что она похожа больше на увлажняющий флюид. По активным компонентам здесь у нас, конечно же, запатентованный комплекс как раз таки от пигментации, он у них включает неоцинамид и экстракт водорослей, из которых очень часто получают различные биологически активные вещества для разных целей, в том числе гиперпигментации. Но что интересно, здесь помимо этого есть еще стабильная форма витамина С, есть витамин Е, есть бисоболол, есть глюканалактон и экстракт ягод лимонника, который последний, кстати, тоже может влиять на осветление гиперпигментации. Если мы не будем рассматривать эту сыворотку с точки зрения того, что на ней написано, по рекомендациям использования это только гиперпигментация, ее можно использовать как увлажнение и антиоксидантную защиту. То есть ничего такого она не будет выбеливать на вашем лице, если у вас нет гиперпигментации, но вот если вы к ней склонны, либо вам нужны в уходе антиоксиданты и неоциномит, соответственно, который тоже им является, то это неплохой вариант. Она достаточно комфортная, она не раздражала даже мою кожу, но опять же здесь есть во всей гамме парфюмерная композиция, она своя, здесь нотки лотоса, черной смородины и даже мускусные какие-то детальки проскальзывают, но не могу сказать, что она прям неприятная на запах, на любителя. Отвращение не вызывает, на коже, в принципе, лица быстро выветривается, поэтому как-то сильно поругать за это здесь не могу. Но опять же, это больше эстетическое подразделение, то есть это гиперпигментация, больше эстетическая проблема, поэтому здесь оттушки в этих гаммах не редкость и чаще всего, конечно, добавляются. К слову, сыворотка показана не только для кожи лица, но и контура глаз, и средства отдельно для контура глаз я не видела в этой гамме, поэтому, скорее всего, сыворотка подразумевает такое общее использование. Также отмечу, что эта гамма подходит для людей с 12 лет, то есть если даже проблема гиперпигментации вдруг возникает в раннем возрасте, то вы можете ее смело использовать. Так что классная штучка, я считаю, как увлажнение, как набор антиоксидантов прекрасно, если у вас есть пигментация, если вы к ней склонны, то вы можете обратить внимание, утром и вечером наносить, она не повышает фоточувствительность кожи, но солнцезащита это то, что вам нужно при гиперпигментации в первую очередь. То есть если у вас она есть или вы к ней склонны, то сначала санскрин, а потом уже все остальное. Поэтому здесь как бы само собой разумеется, что у вас будет защита от солнца в уходе в принципе. Далее дневной крем с SPF 50. Если сыворотку, например, я не знаю буду ли оставлять в своем уходе, потому что мне сложно опять же использовать сейчас что-то с одушкой, у меня раздражается кожа, хотя переносила я по первым впечатлениям ее прекрасно, то вот крем дневной я скорее всего попробую оставить в качестве санскрина в своем уходе, потому что он мне нравится. Здесь у нас набор стабильных химических фильтров, опять же, что большой плюс для бренда Топикрем и их санскрина. И опять же, здесь есть одушка та самая, которая есть во всей гамме, но она, повторюсь, на лице, в принципе, мне кажется, выветривается, поэтому как-то сильно вот не могу этот момент ругать. По текстуре. Это, конечно, универсальный дневной крем, заявленный для всех типов кожи, но текстура не самая невесомая, то есть это не какой-то прям жидкий флюид, но впитывается хорошо в кожу, никакого конфликта в виде скатывания у меня не вызывал. Конечно же, он не выбеливает кожу, потому что здесь стабильные химические фильтры, а не минеральные. В качестве доп. компонентов здесь не ацинамид, бисоболол, аргинин, витамин Е, прибиотик. То есть, в принципе, здесь идет увлажнение, есть антиоксиданты и защита от солнца. Что вам еще нужно в качестве самостоятельного средства, либо в комбинации с сывороткой мела в дневном уходе. В принципе, отлично. Либо наносить его в соло, если такое наслоение для вас too much. Мне кажется, что для нормальной, сухой и комбинированной кожи вполне адаптивная текстура. Она с, естественно, сияющим таким сатиновым, скорее, финишем, не матирует, поэтому если для вас важно матирование, то, скорее всего, это не ваш продукт. Достаточно хорошо увлажняет, смягчает кожу, приятная кожа такая, на ощупь увлажненная остается. Ничего плохого тоже по нему сказать не могу в плане органолептики, что меня очень порадовало. И экземпляр, который вообще, мне кажется, делает эту гамму уникальной в свете всех остальных таких конкурирующих брендов с гиперпигментацией, это молочко для всего тела. Прям вот в таком формате, как у них обычно молочко увлажняющее, их знаменитый продукт. Но это для тела с гиперпигментацией, для кожи с гиперпигментацией. Нет ни одного бренда на российском рынке, аптечных, которые представляют в гамме от гиперпигментации средства для всего тела. Есть у бренда Биодерма в гамме пигмент био локальное средство для каких-то участков с пигментом, но это именно увлажнение всего тела. Что могу сказать по текстуре, по тактильным ощущениям? Он достаточно насыщенный. Я бы сказала, что это скорее не молочко, а скорее даже крем облегченный. Очень хорошо распределяется, хорошо увлажняет кожу. Очень похож в принципе на питательное молочко, вот тем, что он вроде бы легко распределяется, но он очень питательный, интенсивно увлажняющий. Конечно же с одушкой, как и все средства гаммы. Мне понравился. Мою сухую кожу он хорошо впитывается, он оставляет такой небольшой финиш. Ощущается, что что-то есть такое увлажняющее на коже. Она длительно увлажнена, смягченная, мягкая, в общем приятная, на ощупь все классно. Но боюсь, что если кожа не очень сухая или вообще не сухая, это может быть не очень комфортно на все тело. Может быть тогда есть смысл использовать локально, может быть у вас где-то открытые участки, это плечи, может быть грудь, спина имеют признаки гиперпигментации, тогда да. Плюс у меня есть еще вопрос к тому, что здесь SPF 15, и как бы тогда подразумевается, что это нанесение только в дневное время, потому что фильтры наносить на ночь, да, как-то не все захотят, наверное, такое проделывать. Поэтому я бы, наверное, здесь вообще бы убрала SPF 15, потому что это очень маленький фактор защиты. Лучше отдельно использовать SPF 50 или 30 для тела, но молочко было бы более универсальным. Здесь по активным компонентам экстракт водорослей, неоцинамид, кстати, по 2% он в этом молочке, и 4% октоциндиовой кислоты. Я выговорила это сложное слово. Это самая кислота, которая также влияет на гиперпигментацию, что как раз-таки необходимо в этой всей гамме. Ну, неоцинамид тоже сюда, экстракт водорослей, в общем, почти все повторяется, кроме этой самой кислоты. Не бойтесь слова кислота, это не то, что будет как-то оказывать какой-то прям пилинг-эффект, то есть она вполне хорошо переносится, это молочко подходит для чувствительной кожи. Но опять же, если у вас очаги, экземы, какие-то воспалительные участки, раны, конечно, на такое мы не будем наносить подобные средства. В общем, надеюсь, что более-менее передала какие-то свои впечатления по этой гамме. У них еще, наверное, в зарубежном ассортименте существует и к нам, скорее всего, тоже придет еще некоторые продукты. Это отдельно ночной крем и маска для лица, которая подразумевает, используя ее пару раз в неделю, тоже с таким отшелушивающим, она больше эффекта. Так что давайте дальше перемещаться к последним двум практически гаммам, которые нам осталось обсудить. Солнцезащитная гамма. Отдельная солнцезащитная гамма Sun Protect появилась в российском ассортименте бренда Топи Крем. Я вам ее показывала в видео с большой распаковкой всего IPR-рассылок и моих покупок. Если вам интересно, посмотрите обязательно на канале. И я уже могу некоторое свое резюме по этому поводу рассказать. Сразу скажу, что они представлены эксклюзивно в Золотом Яблоке. Если все остальное вы можете купить в разных локациях, где представлен бренд Топи Крем, аптеки, онлайн-площадки, то Sun Protect средства пока что только эксклюзивны в Золотом Яблоке. Но, скорее всего, они позже выйдут в такое всеобщее пространство. Чаще всего так и случается. Здесь у нас что есть в этой гамме. Два таких голубых тюбика. Одно это очищающее средство гель для душа. У меня его нет. Второе это увлажняющее желе несмываемое после загара. И две солнцезащиты. Они одинаковые, но у них разный объем. Это молочко увлажняющее солнцезащитное SPF 50 для лица и тела, детей, взрослых, младенцев. Абсолютно для всех. Как раз-таки объем 50 мл и 200 мл. Что здесь могу сказать? Кстати, не младенцев. Солнцезащитный крем у них с 3 лет. Важная пометка для младенцев не предназначена. Значит, давайте начнем с солнцезащитного крема. Я его тестировала и на лице, и на теле. Благо у нас была жара за 30 градусов. И была такая возможность. Поэтому сейчас поделюсь своим впечатлением. Давайте начнем с состава. Здесь комбинация химических фильтров старого и нового поколения. То есть более стабильных и менее стабильных. Я нормально отношусь к смеси различных фильтров. Я не ищу принципиально только стабильные. Но для некоторых это важный нюанс в выборе средств. Но здесь из старых фильтров есть авобензон. К сожалению, часто встречается. Его основная проблема, помимо меньшей стабильности, в том, что он может пачкать белую одежду. А именно оставлять желтые пятна, которые сложно отстирываются, либо не отстирываются вообще. Я с этим столкнулась. Я наносила это средство в плане тела на кожу рук. Но здесь я ничего не испортила в плане футболок. Но вот на ноги, на открытые части ног, я подпортила все свои белые носки. Они теперь не отстирываются. Это большой, в принципе, минус. Потому что, ну, вряд ли кому-то хочется портить свою одежду. Но это, на самом деле, часто встречается. И не только авобензон выкрашивает одежду. Поэтому, да, нужно аккуратнее просто наносить, либо выбирать определенные фильтры. Далее по текстуре. Называется он увлажняющим молочком. Но, если честно, я бы назвала это прям кремом. Потому что он достаточно насыщенный по текстуре. Он желтоватого такого немножко оттенка. Бело-желтоватый. Ну, в общем-то, за счет авобензона, скорее всего. У него увлажняющая действительно текстура. И вы знаете, я первый раз наносила его на эмолент, который уже давно впитался. Это было too much. Но, если в соло, то он действительно прям прекрасно увлажняет кожу. Мне кажется, эта штука идеальна будет для тех, у кого сухая кожа. Потому что здесь сразу и уход, и защита от солнца, он прям ощущается. Но, опять. Опять мой любимый вопрос. Моя любимая проблема. Это отдушка. Она здесь приятная, очень сладкая. Но она безумно яркая. И, ну, просто классно было бы без нее. Вот. Но если вам нормально с отдушками, вы дружите, то, как бы, у меня нет претензий. Мне сложно. Я люблю без запаха. Потому что, представьте, вы наслаиваете... Сначала вы там очищаете кожу гелем с отдушкой яркой. Потом вы там сыворотку с отдушкой нанесли. Потом крем. Или сразу санскрин. И все это... Ну, мне тяжело это переносить. Но запах очень приятный. Классный. Здорово было бы сделать, допустим, две вариации. Один с запахом, другой без. Ну, в общем, не знаю. В принципе, у меня нет к нему претензий. Потому что у меня сухая кожа лица и тела сейчас. Но для жирной комбинированной на лице этот санскрин будет перебором. Он будет стекать буквально с жиром. Потому что оставляет он ощутимый жирный блеск. Поэтому, скорее, это только для сухой кожи. Для сухой чувствительной, для лица и тела. Для всей семьи можно взять, например, эту тубу в отпуск. Или взять себе 50 мл, если вы хотите только на лицо и шею использовать. Скорее всего, я его буду заканчивать на тело. На лице у меня есть более комфортные варианты. Да даже если взять тот же Гидро Плюс у Топик Рем, несмотря на его сияющий финиш, он комфортнее, легче будет в жару, чем этот на лице. Но на тело классно. Потому что он сразу и увлажняет, а кожа может сохнуть от солнца. Но при этом и защищает. Поэтому нет к нему претензий. Кстати, стоит отметить из плюсов. Он не скатывается, ни с чем не конфликтует. Очень редко бывает такое, что такие текстуры санскринов комфортные. Поэтому да. Далее про увлажняющее средство. Синенькое. Это про уход после загара идет. Опять же, для детей и взрослых по возрасту здесь, скорее всего, тоже с 3 лет. Здесь минималистичный достаточно состав. По текстуре он как гель. Здесь есть алоэ в качестве успокаивающего компонента. Здесь есть масло каритея, экстракты хиноцеи и даже фитиновая кислота, с которой я столкнулась, наверное, впервые вообще в косметике. Либо я ее раньше не замечала. Мне он понравился. Он не особо липучий после впитывания. Он хорошо увлажняет, смягчает кожу. Классный гель для увлажнения кожи летом, после солнца и вообще в отпуске. Опять же, взять с собой сразу такую тубу. Мне кажется, классный вариант. Кстати, для лица его тоже написано, можно использовать. Честно скажу, на лице не экспериментировала, не рискнула, потому что и так слишком много было затестов. Для тела классный, мне понравился. Поэтому, если вы любите приобретать отдельное средство после загара, здесь у него, кстати, тоже такая же отдушка. Она приятная, сладкая, но очень яркая. То, скорее всего, вам это средство понравится. Поэтому здесь как-то поругать его не могу. Молодцы, что вообще вводят новинки, отдельную солнцезащитную гамму. Но вот как-то по части фильтров и по финишу и легкости даже тот же Гидро Плюс будет круче и приятнее. И осталась у нас еще гамма для проблемной кожи. AC Control называется. Я думаю, что вы, конечно, очень ждали от меня обзор средств для кожи с акне из этой гаммы. Но, к сожалению, все, что я пробовала из этой гаммы Утопи Крем, это только маска, которую я вам уже показывала. Глиняная классическая маска для того, чтобы убрать излишки себума. Она не сильно иссушает, не раздражает кожу. Очень мне нравится. Делаю ее до того, пока у меня не пропал жирный блеск. Потому что я принимаю системные ретиноиды, но я к ней, скорее всего, вернусь позже. Классная, рекомендую, приятная, не застывает, не пересушивает, опять же, как-то сильно кожу. Если вам требуется на Т-зону что-то подобное, особенно в жару, использовать, когда в летнем уходе вы что-то любите матирующее применять, то обратите внимание. К сожалению, ничего больше из этой гаммы я не оттестировала на своей коже. Сейчас нет такой возможности, а ранее просто не попадали ко мне средства из этой гаммы. Даже очищающее средство я не тестировала. Поэтому обозревать, к сожалению, не будем. Но думаю, что многие, конечно, ждали именно эту гамму. Но последнее средство у меня осталось. Это гамма Цико Плюс. Конечно же, без Цико средств у аптечных брендов практически не обходится никогда. И у бренда Топик Крем не исключение. Есть заживляющий, восстанавливающий крем Цико Плюс. Цико Кремы – это отдельная такая категория средств в аптечном сегменте, которая предназначена для заживления поврежденной кожи, для того, чтобы предотвращать присоединение инфекции, то есть оказывать такое местное антибактериальное действие, успокаивать раздражение, зуд, покраснение и так далее. Честно скажу, что я перепробовала, наверное, все Цико средства в аптечных брендах, но это понравилось мне меньше всего. Несмотря на то, что у него классный состав, у него есть антибактериальные, заживляющие, успокаивающие компоненты, нет отдушек, конечно же, здесь. Но текстура весьма такая пастообразная, тягучая. И на теле, если еще это окей, то для лица, к сожалению, мне совсем не подошло. Хотя можно применять для взрослых и младенцев даже на лице, если это требуется. Такие Цико Кремы, как Цико Пласт, например, я с удовольствием на лице использую, он более комфортный. Но это не основная проблема, на мне не оказал он, к сожалению, никакого успокаивающего, заживляющего действия ни на теле, при раздражениях ни на лице. Вообще от него не заметила эффекта. Такое бывает не только с ним. Мне не все Цико Кремы подходят. Например, Цико Альфата УТА, Цико Альфат УАВН. Крем я не люблю, он просто для меня ни о чем. Вот этот и у СВАР Цико ВИД тоже крем классический на мне не работает. Поэтому это индивидуально, если вы ищете свой Цико Крем, просто методом проб придется узнавать, что для вас будет фаворитом. Такой вот большой выпуск, у меня, надеюсь, подробно интересный у меня получился по этому бренду. Пишите в комментариях, что вы любите или не любите у бренда, какие у вас впечатления, что вы захотели попробовать после этого обзора. Надеюсь, все-таки не только негативные были обзоры, я постаралась объективно подойти к оценке, несмотря на то, что я много жалуюсь на одушку. Но, правда, есть какие-то моменты, когда средство очень крутое, но вот лично я не повторю из-за запаха. Но есть и классные банки, успокаивающая гамма, молочко ультравлажняющее для тела, прям рекомендую попробовать, санскрин Гидроплюс, кремомолен для лица и так далее. В общем, я считаю, что продуктов удачных предостаточно у бренда. Я буду ждать новые их какие-то баночки в нашем ассортименте. Очень интересно будет потестировать, пообозревать. Поэтому делитесь своими фаворитами, что еще стоит попробовать, что я пропустила. Будет интересно не только мне, но и всем остальным зрителям этого канала. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, а мы с вами встретимся в следующих выпусках. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!